В эфире новости Анапа. Регион. В студии Сергей Корабельников. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. Отличная штука. Я вам что могу сказать? Готовимся к курортному сезону. Один день из жизни городских коммунальщиков. В одну неделю они получили максимум обследования. Кубань против рака. В Анапе начнутся дни мужского и женского здоровья. Один за всех, все за одного и не я, то кто. Боевое братство. Анапские ветераны Афганистана провели творческий вечер. Юрий Поляков возглавил делегацию города-курорта на российском инвестиционном форуме в Сочи. Сегодня на стенде Константинского края была организована презентация программ перспективного развития. Перед губернатором Кубани прошла защита проектов из семи экономических зон, в том числе Черноморская, состав которой входит Анапа. Главная задача – усиление южных ворот России. Формирование транспортно-логистических узлов международного уровня как основной составляющей южного хаба. А также создание пространства высокого качества жизни и отдыха. Тем временем подготовка к курортному сезону в Анапе идет полным ходом. Масштабные работы продолжаются на набережной. Ее восстанавливают после проливных дождей. Богоустройство идет на улицах и во дворах. Вместе с городскими коммунальщиками этот день провела наша съемочная группа. Глубина такой скважины – порядка пяти метров. Для того, чтобы ее сделать, необходим специальный бур для скальной породы. Сейчас рабочие готовят остальные аварийные участки к бетонированию. На их армирование ушло более полутора километров арматуры. Два участка уже готовы. Здесь сотрудники ремстроя приступили к укладке тротуарной плитки. Старая плитка была снята, вычищенная. И вот первый карман 42 квадратных метра. Начали укладку. Впереди еще четыре кармана. Но квадратура кармана вся разная. Еще одна бригада работает в 12-м микрорайоне. Здесь, возле городской библиотеки, также идет восстановление пешеходной зоны. Всего строители восстановят порядка 30 метров тротуара. Ремонтные работы начались возле дома на Чехова-2. В рамках проекта формирования комфортной городской среды здесь приступили к укладке резинового покрытия на детской игровой площадке. Работы ведутся на площади более 300 квадратных метров. Крошка смешивается с клеем и особым красителем. После укладки материал необходимо обработать специальным валиком, который нагрет до температуры 120 градусов. Толщина покрытия – 1 сантиметр. Как говорят рабочие, такой резиновый настил может прослужить без ремонта не менее 10 лет. Клей очень мощный. Ее не сдерешь вообще при большом желании. Во-вторых, для детей это безопасно. Не поцарапается при падении ничего. Ну, отличная штука, я вам что могу сказать. Работы по укладке резинового покрытия продлятся несколько дней. Комфортная температура для проведения таких работ – 15 градусов. Поэтому материал затвердевает медленнее. Все работы на этом участке планируется завершить к концу недели. Руслан Душевский, Анапа, регион. Кубань против рака. На следующей неделе в Краснодарском крае начнутся дни мужского и женского здоровья. К этой акции присоединилась и Анапа. Подробности в нашем сюжете. Акция «Кубань против рака» проходит уже третий год подряд. В 2017 году в Краснодарском крае впервые было диагностировано более 26 тысяч случаев злокачественных опухолей всех видов. У 58% пациентов болезнь была выявлена на начальной стадии. Они вовремя получили медицинскую помощь и шанс на выздоровление. Только в Анапе в первый год старта акции в обследовании приняли участие более 2000 человек. Мы готовы принять всех желающих, кто хочет обратиться. То есть помимо тех списков, что подготовлены, и люди по собственному желанию, узнав об этой акции, могут обращаться к докторам. Эти пациенты идут без очереди. Им выдается определенное направление с пометкой «Акция», для того, чтобы в эту неделю, в одну неделю они получили максимум обследования. В Анапе первая часть акции для мужчин пройдет с 18 по 22 февраля, для женщин – с 25 февраля по 1 марта. Основное внимание в этой неделе будет уделено лицам возрастной категории 55 лет и старше, не посещавших медицинские организации в течение двух лет и более. Сельские и городские жители из этой категории граждан будут приглашены на акцию участковыми терапевтами. Все желающие смогут получить консультацию узких специалистов. Мужчины, женщины могут посетить маммолога, уролога, могут посетить наш смотровой кабинет, в котором они полностью осматриваются, региональные зоны осматриваются, лимфоузлы. То есть, как бы все, видимо, обозримые зоны локализации, то есть, по крайней мере, в смотровом кабинете мы можем увидеть, понять, заподозрить онкологическое заболевание. Сейчас в Анапе отмечается небольшой рост онкологических заболеваний. Это связано с тем, что количество жителей на курорте за счет миграции неуклонно увеличивается. На постоянное место жительства к нам приезжают люди со всех уголков России. Такие акции позволят диагностировать предраковое состояние пациентов и вовремя принять меры. По всем вопросам можно обратиться в городскую поликлинику по адресу улица Крепостная, 85 или по телефону 8 861 33 547 29. Руслан Душевский, Анапа, регион. Как поступить в ВУЗ системы МВД России на бюджет, а после окончания университета гарантированно получить рабочее место? Оказывается, есть такой способ. Все подробности знает Анна Жукова. Жихат Аник еще в школе решил для себя, что станет полицейским. После школы поступил в техникум на юриспруденцию. Очень хочет получить высшее образование. Говорит, что уже узнавал сегодня конкурс ВУЗ. По его специальности 7 человек на место. Однако теперь у Жихаты появилась возможность учиться в Университете системы МВД России на бюджетном отделении. Не так давно узнал о возможном получении направления от участка МВД. О том, что можно поступить в высшее образовательное учреждение именно за счет государства. Плюс не как студента, а как, можно сказать, курсанта. То есть, если все-таки удастся выбить это направление, я поступаю в высшее образовательное учреждение МВД. И при этом мне не придется платить за учебу. И у меня будет уже начальное, ну да, низкое звание, но оно, естественно, будет в будущем повышаться. Цель набора ВУЗа МВД – популяризация службы в органах внутренних дел, а также обеспечение кадровым резервом Анапского линейного отдела МВД России на транспорте. Анапский линейный отдел направляет абитуриентов для поступления в Краснодарский университет МВД России и в Белгородский юридический институт МВД России, которые готовят специалистов для дальнейшего прохождения службы в органах внутренних дел по специальностям обеспечения национальной безопасности сроком обучения 5 лет и юриспруденция также сроком обучения 5 лет. До поступления кандидату необходимо обратиться в кадровое подразделение Анапского линейного отдела МВД России на транспорте для оформления личного дела абитуриента. Испытания по физической подготовке проходят в форме сдачи трех нормативов. Это упражнения на быстроту и ловкость, упражнения на силу и упражнения на скорость. Нормативы по физической подготовке также будут мною лично доведены к каждому кандидату, чтобы они могли организовать свою подготовку до начала вступительных испытаний. Отличительная особенность поступления в высшие учебные заведения системы МВД России, как и, впрочем, все военизированные учебные заведения, состоит в том, что на кандидата, извившего желание поступить, формируется личное дело. Срок проверки кандидатов и сбор личного дела составляет от двух месяцев при удачном стечении обстоятельств, скажем так, при отсутствии у кандидатов оснований препятствующих для поступления. После обучения такой гражданин обязан отработать в полиции минимум пять лет. Возможен перевод в другой город абитуриентам, а это выпускники 11 классов и учащиеся средних специальных заведений, будет предложено дальнейшее трудоустройство и полный соцпакет. Готовиться нужно уже сегодня. Для этого необходимо сдать ЕГЭ по истории, обществознанию, русскому языку и физической культуре. При выборе кандидатов комиссия обратит особое внимание на сдачу нормативов по физической подготовке. Экзамены у будущих полицейских принимают не только педагоги, но и действующие представители системы МВД, следователи, юристы, военнослужащие. Взрослая жизнь начинается прямо тут. В профессию идут и парни, и девушки. Устроиться может любой гражданин России. На нашей специальности правоохранительная деятельность. Дети изучают специальные дисциплины уголовно-правовой направленности и гражданской правовой направленности. На данный момент, конкретно если говорить о сегодняшнем дне, то 50 человек сейчас у нас выпускается. На следующий год будет больше человек 70-80. Сегодня транспортная полиция обеспечивает безопасность в аэропорту, на железной дороге, в морпорту. Проверяют при посадке поезда, проводят досмотр пассажиров с использованием ручных металлоискателей, дабы выявить факты контрабандной продукции, оружия и наркотических веществ. Получить консультацию будущие полицейские могут по адресу улица Привокзальная, 1. На собеседование абитуриенту лучше прийти с родителями. Работа в органах требует особого подхода. Синтез музыки и живописи в таком стиле работает Владислав Несынов. Его произведения известны во всем мире. В этот раз темой выступления стала война в Афганистане, а зрителями – ветераны, участники тех событий. С первыми нотами на холсте появляются первые мазки. Синтез музыки и живописи – уникальное направление в искусстве. Художник и пианист добиваются синхронного исполнения. Владислав Несынов – живописец с мировым именем. Рисует уже более полувека. А вот создавать картины под музыкальный аккомпанемент начал с 1994 года. Работал в оркестровых и органных залах по всей России и за рубежом. По словам художника, каждое выступление – это эффектное шоу. Важно не только показать зрителям красивую картинку, но и донести смысл. Это сначала образ молодого человека влюбленного, образ девушки влюбленной. Потом они расстаются, он призван в армию. Потом он попадает в Афганистан. Потом лицо его меняется. Он взрослеет, он начинает приобретать те характеристики мужественного бойца и воина, которые раньше ему были несвойственны в начале либретта. То есть он могуче взрослеет. И идет эмоциональный подъем, естественно, на холсте, когда все начинает закипать, вскипать. Музыка тоже нагнетает это все. И в конце появляются цветы, появляются горы. И вот человек, уже зритель определяет, либо он там в горах в Афганистане остался, либо он вернулся, его встретили с цветами. Вот такой либретт. Масляные краски на холст художник наносит руками. Говорит так, картина кажется живой. Чтобы освоить это направление, нужно любить музыку и чувствовать ее темп. С последними аккордами живописец оставляет заключительные мазки. Выставку картин приготовили и ученики детской художественной школы. Все работы связаны одной тематикой – афганская война. Десятилетний конфликт завершился с выводом советских войск под командованием генерал-лейтенанта Бориса Громова. Войны-интернационалисты в то время не дали нарушить южные границы ССССР, оказали помощь республике Афганистан. Да, сегодня все изменилось. Изменилось государство, уже нет того государства. Изменились устои, традиции. Изменилась символика нашего государства. Но постоянно осталось в нашей душе и в наших сердцах подвиг тех ребят, которые были на той непонятной войне, которые выполняли и выполнили свой служебный долг. Они сделали все, зависящее от них. Вот этот героизм, который они проявили. Конечно, около 15 тысяч погибло наших военнослужащих. И мы помним их имена. Мы всегда стараемся воспитать и учить нашу молодежь, чтобы они любили свою родину, чтобы они защищали свою родину, если это будет такая необходимость. В преддверии 30-летия вывода войск из Афганистана общественная организация «Боевое братство» организовала концерт для анапских ветеранов. Поздравить их пришли ученики школ искусств, студенты и местные артисты. В торжественной обстановке ветераны Афганистана были награждены именными грамотами. Никита Бойко, Ксения Сипкор, Роман Беркалиев, Анапа-регион. С момента вывода советских войск из Афганистана прошло уже 30 лет. Однако память об этом, боль, утрат останется навсегда. Три слова, в которых все о событиях тех лет. Какой была афганская война, вспоминают ветераны. Тревога, сожаление и в то же время радость. Радость, тревога, ну и гордость за то, что мы это смогли сделать и вышли. Гордость, ну, отвага, смелость наших воинов. Я один из тех, который входил первым в Афганистан в 79-м году, поэтому с точки зрения моего видения, как замполита батальона, это дружба между воинами, сплоченность, один за всех, все за одного, и не то кто. Все выпуски новостей можно найти на нашем сайте, на порегион.ру. А на этом я с вами прощаюсь. Всего самого доброго. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, вы подвергаете опасности не только себя, но и ни в чем не повинных людей. Сомнительное удовольствие и халатность могут стать причиной роковой ошибки. Редактор субтитров А.Семкин